Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы встречаемся с яркими представителями российского бизнеса и слушаем их, как им живется. Бедолагам. Итак, сегодня. Сегодня замечательная тема. Замечательная, я бы сказал, модная тема. Причем, вот с моим гостем мы сейчас перемолвились до эфира. Никто не знает, что это такое, сказал Женя, но очень модно это все. Тема такая, что... Сейчас, секунду. Что такое краудфандинг? Прежде всего, слово заморское. Что оно означает в буквальном переводе, ну и по сути о чем идет речь. И такой, если позволите, в кавычках, в скобочках, как народные финансированные пришедшие из Америки пришлось в России. По этой фразе можно понять, что опять мы что-то там заимствуем, что-то перенимаем. Дай бог, чтобы это все на пользу только шло. Представляю гостя. Это Евгений Гаврилин, сооснователь, генеральный директор проекта краунфандингового проекта извини, пожалуйста, Boom Starter. Добрый вечер, Жень. Спасибо, спасибо. Добрый вечер. Всем здрасте. Спасибо за яркие слова и яркий персонаж. Очень приятно. Спасибо. Очень приятно, да, видите, мы как раскланиваемся, раскланиваемся. Уже настроение хорошее в начале беседы. Это всегда, это всегда приятно. Уважаемые слушатели, у нас прямой эфир сейчас, как и всегда. У вас есть возможность присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону в студии. Телефон следующий 6510 99,6. Код Москвы 495. Еще раз скажу, 6510 99,6. Также, у кого под рукой телефона нет, хотя забавно звучит эта фраза в наше время, тем не менее, вы можете воспользоваться интернет-ресурсом финам.фм, задать вопрос Евгению. Своё мнение может какое-то озвучить. Может, кому-то знакомо, что такое краудфандинг. Кто-то, может быть, занимается. Это очень интересно. Очень интересно, да. Звонят ли люди, которые уже в теме. Авторы, которые... А ты, кстати, вот действительно так думаешь, что эта тема очень и очень малораспространенная, поэтому, если кто-то действительно позвонит и окажется в теме, то это будет приятным сюрпризом. Это будет очень приятным сюрпризом, потому что краудфандинг существует в мире уже 3 года. В России он уже существует. Подожди, тогда уже в мире, если говорить, всего 3 года. Всего 3 года. Всего 3 года. Для любого рынка это только самое начало. Краудфандинг мы строим уже год в России разными... А в России и того меньше. Всего лишь. И того меньше. Абсолютно верно. Подожди тогда. Давай там мы попросим слушателей. Уважаемые слушатели, ну, во-первых, мы традиционно ждем ваших звонков и сообщений, интернет-сообщений по поводу того, о чем мы сегодня говорим. Ну и, соответственно, порадуйте моего гостя и меня тоже. Если кто-то в теме, позвоните, скажите, я уже давно знаю, как минимум, что такое краудфандинг, а уж тем более занимаюсь. Мне пока не рассказывать. Не-не-не-не, а пока, да, извини, не отлынивай, пожалуйста. А пока звонков таких нет, то никто иной, как Евгений Гаврилин, нам и расскажет. Жень, пожалуйста, расскажи, что это такое, откуда слово, и, может, буквально как-то оно переводится. Начну издалека. Все очень просто. Первые проекты запускаются на Западе, потому что проникновение интернета все-таки все мы знаем на Западе более быстрым темпом проходит, чем у нас. Крауд-толпа, фандинг-финансирование. Финансирование толпой. Мы это называем народным финансированием у нас в России. Покажу на примере механику, как это есть у нас в России уже сейчас и пользуется успехом. Автор наш потенциальный, который хочет записать, например, музыкальный альбом. Ему нужно 300 тысяч рублей на запись этого альбома. Он говорит, ребят, обращается в социальные сети к своим друзьям, знакомым, кто его поддерживает. Если я соберу 300 тысяч, я запишу альбом. А когда потом альбом будет готов, я вам всем его раздам. И в зависимости от того, сколько людей дали ему денег, какую сумму дали деньги, вознаграждения, тот продукт он может вернуть. За 100 рублей он просто спасибо скажет. За 150 рублей пришлет ссылочку Digital на скачивание данного альбома. За 300 рублей он пришлет альбом в упаковке. За 500 рублей точно такой же альбом, но с его личной подписью. За 1000 рублей он свяжется с тобой по скайпу. Как тяжело ему, бедолаге. Представляешь, ему потом надо все это отслеживать. Так, смотрите. Иванов 100 рублей, значит, ему хватит. А этот 500 рублей, я ему подпишу. Да, все очень автоматизировано, у нас на Бумстартере работает, поэтому взаимодействовать с пользователем очень легко. Ты можешь с десятками, сотнями тысяч людей общаться, и не нужно индивидуально каждому письма писать. У тебя там 10 тысяч человек у тебя купили диск по 300 рублей. Соответственно, 300 умножая на 10 тысяч, это 3 миллиона рублей. Ты обязан 10 тысяч дисков сделать, как предпродажа такая условно. Утром деньги, а вечером продукт. Ну и так далее, тому подобное. Там за 50 тысяч рублей он может лично приехать выступить на этом. И смотрит. Акция длится в среднем 30 дней, потому что самые успешные проекты собирают где-то за 30 дней. У нас в России то же самое. И все. Собрали деньги, передаются автору, автор записывает, благодарит своих пользователей. И так можно делать в каждом направлении. У нас 49 подкатегорий. Это фильмы, кино, музыка, записывать книги, поминувших альбомов, снимать фильмы, участвовать в каких-то дизайн-проектах, спортивных мероприятиях. Направлений много. Компьютерные игры, технологии. У каждого есть шанс, у каждого есть возможность с помощью модели краудфандинга заявить о себе, найти сторонников, найти поддержку и получить необходимую сумму денег. Делаем жизнь людей ярче. Я понял. Мне показалось, хотя я, наверное, ошибаюсь, что все, о чем ты рассказываешь, это такая возможность через социальную сеть занять денег просто. Не занять. Занять нужно возвращать. Здесь я нахожу точно таких же музыкантов или моих фанатов, или кого я просто знаю. И они хотят поддержать мое начинание, в нашем случае, в нашем примере, мое творчество, запись альбома. И не лайк ставят, а голосуют рублем. Социальная сеть, где мы вместо лайков голосуем рублем. Понимаете, мы сейчас строим новое понимание, мировоззрение. И в данный момент уже много. Это не то, что мы начинаем. Огромное количество проектов в масштабе всего рынка, я говорю, существует, которые собрали деньги, собирают в данный момент деньги. Акция еще не закончилась, они уже получили деньги на свои проекты. Краудфандинг более чем работает и намного быстрее развивается, чем он развивался в Штатах, например, у нас в России. Почему? У нас огромное количество интересных людей, творческих, в России есть. У нас есть желание самореализоваться, что-то делать свое, большой потенциал. И все-таки не зря говорят, Россия щедрит душа. Спонсоры платят больше, чем спонсоры в Америке. Средний чек, заметьте, у Кикстартера, это номер один, это лидер в краудфандинге, Kickstarter.com 25 долларов. Это в Америке. Это в Америке. Boomstarter.ru обладает средним чеком в 40 долларов. Средний статистический спонсор в России дает денежку больше, чем западный человек. Это заслуживает аплодисментов, это к тому, что у нас очень большие, я сейчас здесь говорю, для аналитиков, для фондов огромные перспективы развития направления краудфандинга есть. Ну, мы как раз о перспективе сейчас поговорим и тем не менее все-таки мне вот видится несколько какая-то узкая тематика, может быть, да, узкое направление, то есть, по сути, опять хорошо, я не занимаю деньги, конечно, да, я приглашаю принять участие в моем проекте, но это проект опять связанный с какими-то творческими изысканиями, да, я написал песню, альбом я делаю, кино я решил снять, еще что-то, компьютерную игру сделать, да, это такое, знаешь, получилось некое предпродажное, или точнее так, предпродажа, предпродажа, да, предпродажа, интернет-магазин того, чего еще не существует, то есть я говорю, ребят, я сейчас напишу книжку, она будет классной, я, по крайней мере, в это верю, если вы мне верите, дайте мне денег, мне нужно, дайте 300 тысяч, я напишу, дайте 450, тогда главного героя в конце не убьют, не, подожди, а какая связь, 300 тысяч стоит книжка, а если 450, то главное не убьют, ну, я сейчас буду фантазировать, но вышла книга, например, у известного, ну, у неизвестного автора, у неизвестного, у известного, найдет где-то деньги-то, да, у него есть, даже если известный автор, он может обратиться к модели краудфандинга, потому что ему не нужны посредники, ему не нужно издательство, или не нужно пускать кого-то в долю и делиться процентами, чтобы получить деньги, он с помощью аудитории, которая доверяет ему, собирает и является полноправным хозяином, не нужны посредники, не нужны вот эти вот агенты, которые будут претендовать на дальнейшие там права и прибыли и так далее, вот, написал книгу, она пользуется популярностью внезапно, он приходит в издательство, ему говорят, не дадим денег, или дадим им такие условия, ему неинтересно, он говорит, ну, как хотите, он обращается к аудитории, которая уже читала его книгу, и говорит, ребят, а хотите, я вторую часть издам, напишу, напишу, нечто похожее будет или другое, аудитория уже знает, они уже читали, они уже поняли, что это интересный автор, они ему уже доверили, потому что рублем проголосовали, купили его книгу, и с удовольствием ждут выхода либо второй части, продолжения, либо чего-то новенького. В любом случае, из-под его карандаша наверняка будет что-то талантливое. Конечно, и самое главное, сопричастность производства продукта, там же может быть моя фамилия, имя, отчество в конце книги написано. Если ты дашь 400 тысяч. Если дашь чуть больше, чем остальные, это же элементы тщеславия. И чем интереснее вознаграждение автора. Во-во-во, уже хорошо, уже откровенно, то есть вы в какой-то степени пользуетесь человеческими слабостями, предлагая поучаствовать, Это не человеческие слабости. Тщеславие, ты говоришь. Это элементы тщеславия. Если человек любит кино, и он хочет сняться в фильме, у него есть такая возможность с помощью краудфандинга, автор таким образом продает такую возможность, в кавычках слово продает, то это хорошо, поигрывает две стороны. Автор получает деньги, спонсор получает участие, вот эту роль, например, или там, пообщаться... Роль в фильме ты имеешь. Роль в фильме второго плана. Появиться в мостовке на 20 секунд. Посмотреть бэкстейдж, который есть во время съемок. Пообщаться с актерами в непринужденной обстановке за фильмом, во время перерыва. Посетить съемочный процесс. Узнать, увидеть это изнутри. Это же огромное количество, в которых есть и ресурсы, и желания. Но возможности такой не существует. Надо кому-то звонить договор. Ну, в любом случае, это очень интересно. Интересно с той точки зрения, что мы сейчас как раз новости послушаем, а потом поговорим, кто чем мотивирован, как минимум, из этих двух сторон. Новости на Финам. Итак, друзья, продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Евгений Гаврилин, сооснователь, генеральный директор краудфандингового проекта «Бумстартер». Ну и тема вполне логична. Мы говорим о том, а что же такое краудфандинг и как он прижился в России. Кстати, прижился он в России? Прижился. Мы год назад думали, что не приживется. Прижился, я сказал, даже больше. А, кстати, почему вы так думали? Для этого были приспосылки какие-то, да? Основания думать? Связаны это с чем-то? Нет, никаких предпосылок. Везде работает просто, когда ты свои собственные деньги вкладываешь в проект и развиваешь что-то. Это очень тяжело осознавать, что если что-то не получится, ты проиграешь, так как мы стартаперы и запускаем различные виды бизнеса. Наконец появилась идея, которой хочется посвятить всю свою жизнь, потому что понимаешь, что ты не просто деньги пытаешься заработать, но ты делаешь жизнь людей ярче, интереснее и развиваешь нечто такое, которое переворачивает уже в данный момент процесс потребления от автора и потребителя. И на этом новом образовавшемся рынке происходят просто чудеса. Талантливые люди приобретают возможность. У каждого появляется право неподдельного выбора. То есть не нужно ругать там правительство, нет денег, я родился не в Москве, а в деревне. У каждого есть выбор заявить о себе, показать себя, свой продукт, найти сторонников и поддержку. И если ты по-настоящему чего-то в этой жизни стоишь, и у тебя горят глаза, и ты хочешь сделать этот продукт, у тебя есть абсолютно все шансы получить финансирование. Абсолютно все. Жень, во-первых, я еще раз хочу тебя поблагодарить, что ты очень оптимистично смотришь в будущее, несмотря на то, что ты стартарпер, все еще до сих пор это начинающий проект. Он работает, уже мы собираем деньги, у нас есть успешный проект, десятки успешных проектов. Я говорил про другие виды бизнеса. В 2006 году у меня был первый интернет-проект, второй, третий. Это все было очень мелко, неинтересно, не с душой. Главное, еще раз говорю, у тебя глаза светятся именно потому, что ты сам видишь собственное применение. Конечно, я вижу, как на моих глазах люди добиваются успеха, ты им передаешь деньги, они записывают альбомы, делают свои продукты. Это классно. Это вот эйфория. Я понял. Это здорово, здорово, здорово. Заниматься тем, чем ты любишь. Я в этом случае всегда вспоминаю слова великого Конфуция, который говорил, найди дело в своей жизни, и ты не будешь работать ни дня. Дело в своей жизни. Любимым делом надо заниматься, и ты не будешь заниматься как тяжелая, какая-то трудовая повинность, трудовая обязанность. Пошли вопросы уже, очень интересная эта тема. Я еще раз напомню, уважаемые слушатели, по просьбе Евгения, моего сегодняшнего гостя, он хотел бы услышать о тех, кто уже в материале, о тех, кто может быть действительно этим вопросом занимается самостоятельно, или, по крайней мере, слышал об этом. Я позволю все-таки продолжить мучить тебя вопросами, мне очень интересно, как все это устроено. Вот мы поговорили о том, что человек, который просит денег, ну, как мы его назовем, или как он называется с вашей точки зрения? Автор. Автор, хорошо. Вот автор. Автор мотивирован. Автор говорит, причем неважно, да, автор чего он, просто он автор. Он говорит, ребята, я такой крутой, я такой классный. Причем забавно, что ты рассказал о писателе, который уже что-то написал, а есть ведь авторы, которые еще ничего не написали, но они классные. Они классные, да. Они в этом уверены. Ради бога, это правильная, кстати, позиция. Если ты не уверен в себе, то ты никогда, наверное, ничего существенного в этой жизни не сделаешь. И вот он говорит, я такой классный, меня никто не знает, но я такой классный. И он мотивирован, да. Хотите, я докажу, что я классный, дайте денег, дайте мне денег. Причем забавно, он может пойти в банк, там его вряд ли поймут. Там будут ему говорить, напиши бизнес-план, да, как, что, чего, почем. Или конкретному человеку не понравится его книга. Да, какая рентабельность. Или он придет к конкретному инвестору физическому, да, и скажет, дядь Вася, вот я, смотри, как он говорит, нет, ты, что-то ты меня смущаешь, иди лесом. А тут вон что, он говорит, ребята, давайте соберемся, и я вам докажу. Хорошо, он мотивирован, его понятно, да, позиция. Вот эти ребята, как они называются, которые дают денег? Спонсоры. Спонсоры, спонсоры, ну, спонсоры нехорошие, инвесторы, может, нет? Инвесторы не получают долю, прибыль. А, а, а. Понимаете? Согласен. Поэтому мы когда тоже выбирали, так как... Терминологию, да? Не было терминологии, им надо что-то вводить. Мы остановились на спонсорстве. Это единственное, я прямо ответственно заявляю, это единственное правильное утверждение человека, который дает деньги в краудфандинге и получает что-то взамен именно в виде продукта. Не деньги причем? Не деньги. Я, если позволишь, опять напомню, да, я это анонсировал давно. В прошлом году приезжал господин Брэнсон к нам в Россию. Я был на его семинаре, и там всю первую часть дня, ну, забавно, его семинар длился 50 минут, вот, ну, что-то он поговорил, что-то поговорил, ни о чем практически, и разбежались мы все. Ну, всем было приятно, потому что Брэнсон сам, сам Брэнсон приехал. А до этого времени мы буквально там с 11, по-моему, до 6, да, мы посещали различные секции, так называемые, где тоже не Брэнсоны, но тоже грамотные ребята рассказывали о том, как они живут, как они делают бизнес. Одна из секций была посвящена краудфандингу, сразу тебе хочу сказать. Ну, собственно, я тебе это сказал уже, да. И в подавляющем большинстве случаев именно поэтому я сейчас пытаю у тебя, как работает это, да, в нашей действительности, у тебя в частности. В подавляющем большинстве случаев, там в основном были иностранцы, из Англии, из Америки, да, из Европы, откуда-то, по-моему, там, Германия, что ли, Франция, не помню. И вот в подавляющем большинстве случаев их схема выстраивалась именно так. Есть какой-то проект, есть инвестор. Инвестор участвует в этом проекте, да, в соответствии там со своими видами, и получают за это, ну, по аналогии с фондовым рынком, дивиденды какие-то. Вот это разные вещи? Абсолютно разные. Это тот же краудфандинг, нет? Это инвестиционный краудфандинг. Ага. Если мы посмотрим на мировой рынок, на западный рынок, объем которого в прошлом году составил, на секундочку, 3 миллиарда долларов, в этом году аналитики прогнозируют рост минимум в два раза 6 миллиардов, и буквально там несколько дней назад я прочитал забавную статью на Форбсе в английском, что все течения, которые есть в краудфандинге, составят рынок около 500 миллиардов долларов. Вот сейчас, на этот момент, в этом году, в 2013 году. У меня это просто был шок. 500 миллиардов, я не ослышался, да? Нет, вы не ослышались. 500 миллиардов долларов, уважаемые слушатели, вот такая вот цифра. Цифра просто гигантская, колоссальная. И вот эти все суммы, они состоят из разных направлений. Инвестиционный краудфандинг, творческий краудфандинг, а там часть краудсорсинга, может быть, там краудфандинг, связанный там с другими вещами. Инвестиционный краудфандинг. И в каждом районе есть свои лидеры. Кикстартер номер один в Америке, там бумстартер номер один в России. И, к сожалению, пока не существует успешного, так, чтобы об нем весь мир говорил, инвестиционного краудфандингового проекта, который бы запустился где-либо. Есть там различные. И даже в Америке, и даже в Европе. Даже в Америке. Они есть, но они не такие популярные, потому что есть законодательство, есть ряд ограничений и много нюансов. Мы когда, изначально пришла нам идея заниматься краудфандингом, мы хотели делать инвестиционный краудфандинг. Но изучив всю эту тему, поняли, что это надо делать немножко следующим шагом. То есть, сначала мы запускаем творческий краудфандинг, потом там еще 3-4 направления. Только после этого надо делать инвестиционный краудфандинг. Когда уже рынок будет сформирован. Я согласен. Потому что, если говорить о этой составляющей инвестиционной, то там, конечно, много сразу нюансов. Ну, как минимум, связано с тем, мои деньги я вложил, я должен отдачу видеть. Конечно. А из 2000 проектов деньги получают от фондов 10, а выстреливают 1-2. Вот представьте, 2000 проектов запустятся с помощью модели краудфандинга. Я вложил в 1000 проектов, и они все разорились. Я сказал, лучше деньги бы я в банк отнес. Это очень важный момент, который стоит учитывать при создании такой платформы. Мы знаем компании. Вот вы посещали семинар с Риджиным Бернсоном. Кто делает попытки сделать инвестиционный краудфандинг. Мы пока в эту историю не играем. Мы в нее не верим, мы в нее верим. Но всему свое время. То есть пока мы считаем, что российский рынок к инвестиционному краудфандингу не готов. Но он будет готов через 2, может быть, через 3 года. Ну и, я так понимаю, в большой степени эту подготовку как раз и ты в том числе будешь осуществлять, правильно? Естественно, потому что мы сейчас строим рынок. Именно так. В чем сейчас, на мой взгляд, по крайней мере, может заключаться эта подготовка? Прежде всего, надо информировать людей о том, что это есть, что это такое и что оно существует. Соответственно, плюсы какие? Плюсы. Даже, может быть, не то, что существует, а какой-нибудь сейчас пример хочу привести. Например, я сходил в кино, оно мне безумно очень сильно понравилось. Мне потом хочется рассказывать всем людям о том, что классный был фильм. Я искренне, честно говорю, уж не понравилось. То же самое и здесь. Автор собрал денег, сделал продукт, думает, блин, какая классная схема. Соответственно, хочется этим делиться со всеми. И схема работает, у нас есть сценарий, как сделать проект успешным, если автор будет сделать правильные шаги. И раз все работает, и мы уже увидели в деле, как люди голосуют рублем, дают деньги, и хочется вот эту схему очень быстро, за короткий промежуток времени оповестить всех. Но у России большая страна, и понятно, что интернет там проникновение, и, естественно, есть свои временные барьеры определенные. Ну, это понятно. Хотя с другой стороны все-таки, да? Это и есть развитие рынка. Да, да, да. Мы как евангелисты ходим и говорим, ребят, смотрите, можно вот так сделать. Люди вот это делают. Вот есть успешные кейсы, там, 50 штук. Делайте то же самое, что и они. И просто, к сожалению, из-за того, что еще рынок, ну, как вам сказать, рынок есть, но в определенных масштабах. Поникновение, да, говорят? Да, вот я сегодня у вас в студии нахожусь. Я очень надеюсь, что кто-нибудь послушает эту программу, у него родится идея, скажет, блин, а я об этом раньше не знал. И спасибо вам за то, что вот вы меня сегодня пригласили. Есть возможность говорить про краудфандинг и популяризировать это все дело в России. Потому что он уже и существует, и работает, просто о нем очень многие не знают. Ну, вот об этом, да. Это первая задача. Это первая задача. Популяризировать, действительно, рассказывать. Потому что вечно хорошее дело. Рабочее, рабочее. Я понял. Я тем не менее вернусь. Смотри, мы говорили о мотивации автора, она понятна. Спонсоры называются те, кто, да, ну, аналог инвесторов. Те, кто на второй стороне этой связи, да, они называются спонсоры. Их мотивация какова? Они как бы материально никаких дивидендов не получают. Чем они мотивированы? Они мотивированы получить продукт, которого еще не существует. Я хочу посмотреть фильм, которого еще нет. Я хочу получить второй альбом этой музыкальной группы, который еще не написан. Потому что я люблю эту группу. Я хочу, чтобы мое имя увековечили в этом продукте. В компьютерной, например, игре. Это и есть основной, главный мотиватор. Когда проект запускается на бумстартере, чтобы сдвинуться с нуля, основные первые деньги дают родственники, близкие, знакомые, коллеги, которые дали деньги не потому, что они любят творчество данного автора, а потому, что они его знают. Я его знаю, мы с ним сидим вместе, я в школе учились. Человек красавчик, держи деньги. Я не знаю, как он пишет, не знаю, что он поет, но да, я его знаю. Так, мы, Жень, сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.фм, потом продолжим и будем отвечать на вопросы. Что ж, друзья мои, продолжим. Продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Я Олег Дмитриев. Напротив меня Евгений Гаврилин, сооснователь, генеральный директор краудфандингового проекта Boomstarter. Ну и тема наша сегодняшняя очевидна. Мы говорим о том, что это такое, как это работает, почему это хорошо. Ну, судя по всему, это хорошо. Пошли вопросы, я, тем не менее, сейчас начну их озвучивать, и ты будешь на них отвечать. И, тем не менее, давай все-таки о своем еще немножко. Значит, автор, спонсор. Вот у них взаимосвязь, оба мотивированы. Ну, по крайней мере, Женя озвучил, да, чем мотивирован один, чем мотивирован другой. Как эта взаимосвязь технически осуществляется, я опять вспомню вот известные события, о которых я тебе рассказал уже, да. Там все время звучал такой термин платформа, платформа, платформа. Что такое платформа? 3W что-то точка.ру. Понятно. То есть как взаимосвязь это осуществляется? Мы придумали техническое решение, которое позволяет автоматически, без лишних усилий, очень просто, интуитивно, понятно, любому автору запускать проект, загружать фотографии, выставлять вознаграждение. И точно такое же решение существует для спонсоров, которые заходят на ресурс, на платформу, выбирают, хочу заплатить 300 рублей или 1000 рублей, 2000, и выбирают удобный для них способ платежа, начиная от кредитной карты, пластиковые карты, заканчивая, Яндекс деньги, вебмани, кошельки, аппараты, киви, смски, все возможные виды платежей, которые... То есть платформа это сайт обычный, да? Сайт, вот у него есть адрес, зашел, там тебе все рассказали, вот есть такие проекты, есть там... Да, да, сразу видно, заходишь, выбираешь по тематике, выбираешь любую категорию, которая тебе нужна, платишь деньги. Смотри, а вот зачем я, ну, извини уж опять, мотивацию мы обсуждали, и тем не менее, вот я человек, ну, наверное, все-таки уже знающий, что такое краудфандинг, зачем я туда пойду и буду искать проект? А вы не пойдете, вас пригласит автор. Ага, да? Конечно. То есть вы сидите в социальной сети фейсбуки, и тут приходит от вашего друга, знакомого, близкого коллеги информация, что он участвует в таком проекте, и он вас призывает. Олег, зайдите, посмотрите, поддержите. Вот, интересно, да, зайду, посмотрю. Ой, классно, нравится, это хорошее начинание, отличный фильм хочешь снимать, держи деньги. Ой, классный компьютер наиграли, разработка, держи деньги. Вы узнаете от автора, а потом вы становитесь как пользователем обычного дресса-магазина. Ну, понятно. Это обычное, там, сто человек пришли, какая-то часть осела, вы зайдете, пришли дать денег Васе, отдали денег еще и Пете, а потом еще и Ваше. А что за Пете, да? Мне интересно, за что за Пете. За что за Пете, да, за что проект. Ой, оказывается, я люблю рок-музыку, а вот здесь такой классный рок-альбом, а вот здесь моя известная группа выступает собирать деньги на что-то, а здесь мне понравился дизайн о линии одежды, а я вот безумно люблю эти джинсы, мне такой вариант сейчас предлагают. И вы растворяетесь в краудфандингом вот этом интернет-магазине, позволю себе так его назвать, в этой краудфандинговой социальной сети, которая дает вам очень много возможностей для покупки того, чего еще нет. И таких, как вы, их очень много, и получается такой правильный революционный отбор. Не то, что нам сверху с телевизора навязывают. Это важно. А сами люди голосуют и говорят. Если говорить о социальных сетях и о возможности, о невозможности выбора, очень часто мы читаем в тех же самых сообществах, что вот, достало это, достало это, достали это. Ну и не смотри, ну и не буду смотреть. Я не могу ничего не смотреть, правильно? Значит, я погружаюсь в самосозерцание, а это не всегда путь к развитию, это путь к депрессии иногда и прочим неприятностям. То есть альтернативы нет, а вот она альтернатива. Альтернатива существует, абсолютно верно. И мы сейчас присутствуем, это только первый шаг. Краудфандинг в ближайшие 10 лет перевернет сознание. Смотри, вопросов много и в основном от девочек они. Это нормально? Это приятно. У вас видеоэфир транслируется? Видимо, да. Видимо, они на тебя смотрят, поэтому... Это приятно. И активизировали. Смотри, вопрос, ну, такой, мне кажется, он, ну, как бы, по существу, и причем по существу заявленной темой сегодня, как народное финансирование пришло из Америки, прижилось в России. То есть, вот, как бы акцент такой, да, на слово Россия, и, как правило, да, связан этот акцент с некой, с некой ментальностью. Вот вопрос от Екатерины. Евгений, как вы планируете бороться, пишет вот так, безапелляционно Катя, с традиционным недоверием русского человека ко всему новому, что касается, тем более, вопросов финансовых. О как! Екатерина, отвечаю на ваш вопрос. Никак не планируем бороться, потому что бороться не надо. Сама модель краудфандинга исключает какое-либо недоверие. Не я вас призываю заплатить деньги на какой-то проект. Вас призывает это сделать ваш друг, коллега, человек, которого вы хорошо знаете или хорошо уважаете и, например, уважаете сильно его творчество. Если мы говорим про звезду, у звезды уже есть свои поклонники и целевая аудитория. Если звезда пообещает записать альбом и этого не сделает, они положат большую тень на свою репутацию. Это исключено. То есть риск здесь исключительно репутационный. В мире не существует ни одного случая вот таких негативных моментов. Поэтому бороться с этим не с чем бороться. Мы бы с удовольствием. Вот. Ну и повторюсь, то что... Более того, извини, пожалуйста, те, кто действительно не доверяет, основываясь на некой ментальности русского человека, кто не доверяет, он и не будет давать никаких денег. Да, не доверяйте, пожалуйста. В этом и есть фишка успешных и неуспешных авторов. Если автору не верят или не доверяют, он денег не соберет. Значит, такой автор не должен возглавить производство данного продукта. Если ему доверяют аудитории и нравится продукт, ему дадут деньги. Эволюция. Ну, то есть естественный отбор. Не все получают деньги. Там по статистике 40 и 100 40 процентов собирают деньги. Это сумасшедшая статистика. Поэтому, если вы оказались в числе 60, есть разные причины, почему вам не дали. Продукт не понравился, вам не доверили, или вы мало активничали и плохо презентовали свой продукт, например. Или просто залили проект и уехали на Мальдивы на два месяца, вернулись, а денег-то и нет. То есть это ежедневно... Ну, я их потратил на Мальдивы, собственно. Ежедневная планомерная работа по сбору денег, как мы на работу приходим. Это нормально, да. Вот. Смотри, мысль какая у меня все-таки. Ты говоришь об эволюции все время, да, о том, что наверняка проекты, которые таким образом рождаются, они, так сказать, за ними будущее, да. Нет ли здесь опасности того, что, смотри, люди, которые финансируют тот или иной проект, они основываются на своем восприятии действительности. Правильно, что вот это восприятие... Точнее так, смотри. Может быть, что это восприятие, оно вот не совсем то, что принято считать хорошим. Не знаю я, как подобрать, какие формулировки. Для этого существуют регламенты запуска проектов у нас. Мы не все проекты запускаем. То есть все-таки некая цензура, если позволишь, да, некие... Вот расскажи об этом поподробнее, потому что мне это... Мы запускаем абсолютно все проекты, кроме проектов, нарушающие законодательства Российской Федерации. Так. Мы не запускаем проекты, связанные с порно или с эротикой. Мы не запускаем проекты, связанные с медицинскими товарами или услугами, потому что это может причинить вред здоровью. Так. Мы не занимаемся благотворительностью. Вот. Мы не занимаемся... Давайте, ребята, дадим, да, Сереге денег, потому что у него деньги кончились. Да. Хороший парень, да? Да, да, вот. Мы этим сейчас нет. То есть все, что делает жизнь людей ярче, интереснее, лучше, что двигает Россию вперед и там заставляет в разных областях занимать какие-то первые места или делать ноу-хау в разработке. Мы, да, мы как бы... Цензура существует. Смотри, вот опять к цензуре, если позволишь. Ну, очевидно, да, что вещи, которые ты перечислил, они либо попадают под уголовный кодекс, либо под какой-то другой, и мы с этим не связываемся по определению. Но с другой стороны, вот есть предложение от трех, ну, я не знаю, опять писателей. Один, второй, третий, они оба хорошие ребята, вот, ну, естественно, пишут разные вещи. Вот в этом случае, да, ты будешь цензурировать или, смотри, ты скажешь, вот давайте вот этому дадим денег, потому что он не нравится больше. Нет, я ничего не буду делать. Ты не будешь ничего делать. Мы всего лишь платформа, мы... Они сами заливают и сами оповещают. Соответственно, соберет деньги самый активный автор, кто найдет больше всего поклонников. Один пишет фэнтези, третий про любовь, четвертый комедию. И вот мы... Они начинают оповещать аудиторию, все находятся в равных возможностях. Плюс-минус у всех одинаковое количество друзей. И мы узнаем, что хотят читать россияне. Фэнтези, комедия... Ну, вот опять я, да, извини, у меня, видимо, идея фикс. А что хотят читать россияне, потому что, ну, сложно сказать, да, есть среднестатистические россияне, которые хочут читать вот то-то. Потому что одно... Одно... Одно количество активных россиян хочет читать вот это. А это, пардон, ну, какая-то... Ерунда. Ерунда. Но есть же еще маленькая группа людей, которые любят ерунду. И если автор достучится до них, найдет их в интернете, сообщество, группы, социальные сети позволяют это делать. Размещать в пабликах, в группах, на личных страничках, на различных форумах, находить блогеров, взаимодействовать с ними. Соответственно, пиар в интернете, это можно сделать. Я еще не говорю, там есть два способа забора денег. Это там до 10 до 20 тысяч долларов, а есть многомиллионные компании, которые хотят собрать миллионы, десятки миллионов рублей. Это совершенно другой уровень подготовки. Это реально вообще? Это реально. С помощью краудфандинга? 10 миллионов долларов собрали часы Payble, а заявили 100 тысяч долларов. Вау. Компьютерная игра собрала 3 миллиона долларов, там просила тоже 1200. Это колоссальные случаи. Это пока вроде все-таки исключение, наверное, из правила, да? Это меньший процент таких проектов, потому что по сути своих может быть меньше. Потому что, говорю, большинство проектов люди собирают, ну если проще говоря, там 150, 300 тысяч, 500, 600 тысяч рублей, миллионы, там в ближайшем приближении. Но вот на данный момент не существует кейсов, где в России собрали 100 миллионов, 200 миллионов, 50 миллионов рублей. Причина тому, нет проектов такого масштаба или просто нет такого количества людей, которые доверяют? Авторы, которые готовы собирать 50 миллионов и 100 миллионов, они еще не знают про краудфандинг. Как только они узнают, поверьте, они сразу будут запускать. Я открывая завес, могу сказать, мы уже ведем переговоры с людьми, которых вы всех знаете прекрасно, их знают все в России, которые будут... Они тоже к творческой сословии отношения имеют? Да. Да, да, да. Вот. И ну, как бы, в общей массе своей, и в ближайшее время, думаю, будет видно, какие проекты будут они запускать. Поэтому просто людей очень много, кто готов с такими суммами работать и кто нуждается в таких деньгах. Но, к сожалению, повторюсь, они пока не знают про краудфандинг. Вот, может быть, после этой программы какой-нибудь режиссер, который там сейчас снимает фильм, ему нужно 200 миллионов рублей, он скажет, а почему мы не попробуем с народным кино? Да, да, да. Проблема еще в том, что, да, большие деньги, их еще надо уметь, да, освоить, что называется. Конечно. Это тоже непросто. Еще один вопрос давай. Ольга пишет тебе. Сколько людей ежедневно отправляет свои проекты на участие на сайт Boomstarter? Ну, то есть, я так понимаю, у вас вот этот самый отбор, кастинг, он постоянен, да, постоянно приходит. Сколько в среднем ежедневно? В среднем, наверное, около 50 проектов приходят нам в день. В среднем около 50? 50 проектов. Это мы их называем черновики. Это не все проекты, готовые к запуску. Безусловно. Они потом проходят цензуру, они проходят стилистическое оформление, мы смотрим, как он заполнен. С ними связываются менеджеры, общаются. Подожди, стилистический, как заполненный, о чем речь? Заявка, как заполненный? Ну, естественно, там кто-то просит указать в вознаграждении музыкальный диск, когда он будет записан, вы его получите за 2000 рублей. Мы говорим, чувак, диск Мадонны стоит 20 долларов, о чем ты говоришь? Какие 2000 рублей? Поэтому рекомендуем сделать такую сумму. То есть мы помогаем автору сделать более привлекательные, вкусные предложения для будущих спонсоров. Так, за ручку берем его и ведем, и говорим, что они говорят, а почему мы должны вам верить? А потому что вот предыдущие авторы, которые уже собрали деньги, у них уже есть успешные, они уже запустили прав, они делали вот так. Поэтому ничего выдумывать не нужно, делай как они, и ты тоже соберешь деньги. То есть вот здесь адекватное восприятие реальности, наши советы, и получается хороший эффект синергии. Хорошо, 50, да, это в среднем 50 в день. А сколько из них опять в среднем доходит уже до каких-то... В данный момент мы запускаем по 4 проекта в день. Это уже вывешиваем на сайт. Вот из тех 50, да, 4 в день доходят уже до воплощения. Да. 10% из малого, да? Ну давай, у нас еще есть немножко времени, мы сейчас пойдем опять на новости, и я, наверное, еще один вопрос зачту. Ну, даже не вопрос, я думаю. От девушки? От девушки, да. Пишет Катенька. Женя посмотрел ваши фото в интернете, стало интересно, забавно. Можно ли попасть к вам в команду, спрашивает Катенька, нужны ли вам активные, молодые, симпатичные девушки? Я, честно говоря, считаю, что это вопрос риторический, но ответьте. У нас постоянно открытая вакансия, потому что команда у нас очень нестандартная, я считаю, интересная, мы занимаемся таким очень необычным видом бизнеса, вот, и нам нужны необычные люди, необычные, творческие, амбициозные, энергичные. Ну, как раз о профессии мы поговорим чуть позже, новости на Финам. ФМ, новости. Ну что ж, друзья мои, да, вот мы сейчас посетовали с Женей за эфиром, время бежит, время не умолим, у нас осталось 12 минут эфира, я напомню, сегодня в гостях Евгений Гаврилин, соосновательный, генеральный директор краудфандингового проекта Boom Starter, и мы сегодня разговариваем о том, что это такое в эфире бизнес-класса на Финам. ФМ, это вы тоже, я надеюсь, помните. Жень, у меня вопрос вот в догонку того, о чем говорила Катенька, которая захотела принять участие в этом мероприятии, работать у тебя, вообще, кто эти люди, вот как ты их могу охарактеризовать, я имею в виду, ведь это не профессия, да, условно говоря, это точно не профессия, это 100%. краудфандингу не учат в институте, или там, я не знаю, где-то в ПТУ, да, в противном училище, кто они, эти люди, они могут иметь абсолютно разные образование, да, профессиональное, а прийти, тем не менее, вот в это. Да, у нас на визитках у сотрудников написано у одной девушки, там, Анна Ашарова Добрая Фея. Каждый волен сам выбирать себе должность у нас в компании, потому что мы, мы все-таки связаны очень сильно с добром и с помощью, в хорошем смысле, не благотворительностью, а именно советами, с помощью, и когда обмениваешься визитком с автором, это вызывает очень большой улыбку. Вы мне, правда, будете помогать, поддерживать, поэтому должность мы определяем сами. А люди, кто они, в основном, это ребята, которые, еще у них не засорен мозг офисной работой, где они не работали в какой-то жесткой, очень сильной системе, и все-таки новый интернет-поколение, вот это digital поколение, оно более свободное в плане изъяснения своих мыслей, поведения своего, и если они попадают в офис немножко другого уровня, другого уровня или другого возрастного состава, у них вот это могут все дело подожди, возрастной состав, это значит, что у тебя в основном молодежь, да? у нас средний возраст работает в компании, там, до 25 лет совершенно точно. До 25? До 25. после 20, за 30 уже ребята закостенели, да? Мы за, там уже ребята нашли четкое применение в жизни, некий краудфандинг является таким фильтром, это вот с одной стороны, человек понимает, что он хочет в жизни, потому что там элементы продаж присутствуют, и администрирование, и аккаунтской деятельности, и плюс очень важно творческим людям, потому что творческие люди по своей натуре не всегда самоорганизованы или самодисциплинированы, согласен, и денежного эквивалента в работе не существует, мало профессий, где они могут примениться, звездами не все становятся, поэтому что им остается делать? Быть неизвестными и прозябать без работы? Мы в этом плане помогаем, потому что творческий человек, он монетизирует все свои связи, которые есть вокруг него, там, у него, например, есть там триза друзей, знакомых, потенциальных авторов, он их просто оповещает, и так каждый из них видится в социальных сетях, и на этом он еще зарабатывает деньги, получая процент от успешных проектов, поэтому наши люди очень все необычные, нестандартные, с разными музыкальными вкусами, это характеризует личность человека с разными... А, кстати, это нормально, да, что они разные, потому что, если придут люди, условно говоря, любящие, вот только рок, и тогда уже начинает, да, несколько... Я очень горжусь своими сотрудниками, я их безумно, очень сильно люблю, потому что они вот помогают мне со мной вместе выполнять вот эту миссию. В поле случая передаю всем им большой привет, и хочу, чтобы наша эта семья дружная, бумстартеровская, она развивалась, росла, я уверен, что там через три года мы будем вспоминать вот те времена, как там сейчас Цукерберг вспоминает свои фейсбучные дела, как кто-то был на квартире, как у нас это происходит сейчас. Ну, дай бог, чтобы у вас еще и уровень был соответственный, соотносимый с Цукербергом. Дай бог, я желаю искренне. Давай послушаем, у нас есть звонок. Виктор, добрый вечер, вы в эфире, спрашивайте, пожалуйста. Добрый вечер, ну, прежде всего, спасибо, Олег, за вашу программу, Евгений, за его дело. Спасибо. Вопрос такой, вот, допустим, защищены ли как-то законы об авторских правах или как защищены авторские права тех 50 человек, которые вам попадают ежедневно? Спасибо, спасибо, Виктор. Вопрос по существу. Да, серьезный вопрос. Хочу сказать, что не все проекты, которые заливаются у нас на сайте, они представляют себе авторское право. Ну, как ты запатентуешь запись альбома, если его еще не существует? Его еще нет, да? Если у тебя есть какая-то гениальная идея, которая еще не существует в мире, ну, здесь хочется ответить словами предпринимателями, идея без реализации, без денег ничего не стоит. Человек может думать, что она гениальная идея, никто этого не придумал. Нужно просто проанализировать, если ее еще нет, может, не такая она и гениальная. Самая хорошая идея должна уже быть где-то придумана. Поэтому нас периодически спрашивают авторы, что делать с авторскими правами. Мы отвечаем, что абсолютно ничего делать не нужно. Не бойтесь заявить о своей идее, потому что, если идея пришла вам в голову и вы настоящий ее хедлайнер, только вы ее сможете правильно и интересно в том виде, как вы это понимаете реализовать. А если он ее скопирует, это уже будет не та идея, она уже будет не вам принадлежать. И вот как стартапер опять говорю, шансов уже очень мало сильно. Шансов количества успеха, извините, заговорился. Нормально, нормально. Шансов будет намного меньше на реализацию данного проекта, потому что не вы ее придумали, не вы ее выносили, и вы не будете относиться никак к своей собственной идее. А так, поиграйтесь и бросите, даже если у вас есть деньги. В примерах таких куча, кто клонирует и не добивается успеха. Поэтому совершенно спокойно запускайте проекты, находите поддержку, пиарьте себя, и успех придет. Просто нужно работать в этом направлении. А если вы просто заявили о себе и ничего для этого не сделали, но у вас идея, естественно, уйдет кому-то другому, кто так же заявит, сделает и реализует. Совершенно верно. И в принципе, можно говорить, что в любом направлении, в любом бизнесе, в любом действии, если ты инфантилен, даже если у тебя огромное количество идей. И хорошо, что у тебя ее украли, раз ты инфантилен, извините такое выражение. Потому что более достойный сможет это сделать. А ты в следующий раз будешь уже умнее. Шевелиться. Еще вопрос один. Паша спрашивает, Евгений, на какие проекты вы лично потратили копеечку, а на какие рубль? Я трачу... В начале запуска я тратил абсолютно на все проекты. Мне просто было интересно. Я смотрел, как все это развивается. Потом постепенно, когда проекты встали уже сотни, не сотни, а сотни, я четко стал понимать, уже глаз немножко замыливается, потому что я смотрю эти проекты, утверждаю их, запускаю. Мне вот то, что ближе, то, что эмоционально. Я смотрю, например, недальный проект был про женщин ГУЛАГа, ну, по-любому случаем про пиарю. Снимается фильм, что еще живы те женщины, которые были вот в этом страшном мероприятии, принимали участие. И снимается про них фильм. Некой Данью. Меня безумно порадовал этот проект, и я очень благодарен. Он фильм художный или документальный? Документальный фильм. Да, там будет интервью, будут вот эти все вещи. Мне очень хочется сказать, выразить благодарность автору, который запустил эту идею, потому что это действительно классное дело. Иногда мне очень нравится, какие-нибудь разработчики присылают интересные компьютерные игрушки или приложения. Ну, ты любитель просто, видимо, да? Да, я целевая аудитория. Иногда мне нравится музыка, я очень люблю там некоторые музыкальные направления и смотрю, совершенно неизвестный человек хочет записать альбом, и его там не хватает. И там я даю хорошую большую же сумму денег лично. Своих личных денег? Да, да. У меня там в аккаунте очень много денег крутится, которые получают люди. То есть, я как обычный совершенный любой человек, то, что мне нравится, интересно, или от моих знакомых приходит, недавно пришел проект от коллеги, с кем мы раньше вместе работали. Я говорю, ой, отлично, Денис собирает деньги. Мне не очень нравится его творчество, но я дал ему там пять тысяч рублей, чтобы просто поддержать своего коллегу. коллегу. Это нормально. Вопрос от Евгения. Здравствуйте, тезка, пишет он. Расскажите, пожалуйста, о самом абсурдном на ваш взгляд проекте, который пытался собрать средства на вашей краудфандинг-платформе. Спасибо. Самый абсурдный, ну, есть некоторые абсурдные моменты, мы их не запускаем, такие проекты. Ну, это понятно. Они не проходят модерацию, но мы очень смеемся. Вот, вот, я тоже хотел... Когда человек говорит, я хочу запустить одно направление, которое противоречит законодательству, это больше, чем порно. Мы говорим, нет, извините, вы не проходите по правилам. Хорошо, не вопрос, у меня есть детский проект, там, связанный с детским садиком и с игрушками. То есть, какие разносторонние вкусы у человека. Вот такие абсурдные вещи. Подозрительные. А из успешных проектов был проект гикография, они собрали денег, там, за несколько дней буквально человек с помощью женского тела показывал, как изучать код, как изучать программирование, что такое HTML, вопразработка. И программисты, они люди, все-таки, немножечко отстранены, ну, в хорошем смысле, от жизни, да, и больше находятся в этой среде. И на их понятном языке все-таки против химии никуда не пойдешь, особенно у мужчин. И он вот рассказывал, смотрите, вот это HTML, это C++, это вот такие-то существуют коды. И все это, например, женского тела, естественно, там смотришь, там, красивая, качественная эротика. После опубликования одной там статьи в группе, где, не буду называть, рекламируйте этот ресурс, его все знают, где одни разработчики, за два дня мы собрали необходимую сумму денег. Гениальный ход в проект. Тоже немножко такой абсурдный, но очень неуспешный. Я понял. Значит, Жень, смотри-ка, у нас осталось с тобой два, две минутки, чуть больше, поэтому будем потихонечку заканчивать. Я традиционно в конце программы, да, прошу гостей, ну, ваше видение, твое видение, в данном случае, перспектив, да, перспектив, там, через год, через три, через десять, и так далее, и тому подобное. Ну, и, может быть, какие-то личные у тебя вот по этому поводу мысли о том, как тебе лично жить дальше. Хочется сказать следующую вещь, что краудфандинг, я уже говорил в начале программы, с появлением мы обладаем, получаем неподдельное право выбора, чему быть, а чему не быть, чем пользоваться, а чем не пользоваться, и голосуем рублем, что очень важно. Если сейчас проекты собирают по 500 тысяч рублей, мой прогноз уже в этом году, проекты будут собирать десятки миллионов рублей, миллионы рублей. Это вот то, что произойдет в самое ближайшее время. То, что сейчас происходит, любой, вот пока у нас шла программа, вы, Олег, могли запустить проект, и пока мы час с вами общаемся, вы бы собрали уже, может быть, 25 процентов, потому что, пользуясь радиоэфиром, призвали бы мы радиослушателей поддержать вас. Поэтому, это реальность, это не вчерашний день, это не завтрашний день, это уже есть в данный момент, сейчас. В данный момент кто-то запускает проекты, кто-то собирает деньги, а кто-то уже производит продукты. Вот, я очень рад, что, наконец, эта модель появилась в России, она доказала свою эффективность, модель краудфандинга, и хочется, чтобы на этом рынке появлялось много дополнительных направлений, которые смогут развивать краудфандинг, каждый в своем направлении. нишевые, может быть, какие-то отраслевые. Соответственно, вместе со всеми, то есть, не только же мы будем этот рынок двигать, пока мы одни. Пока вы одни все же, да? Да, то есть, ну, есть Kickstarter, есть Indieo Go Go, есть много известных ресурсов. Пришедших оттуда, да? И европейских, вот. Так как развиваемся мы, мы одни, и нас это очень радует, и точка входа на этот рынок очень высока, то есть, если ты сейчас захочешь запустить краудфандинговую платформу, желание хорошее, но это очень дорогое удовольствие, и не так все просто это сделать, и это помешка, ты уже будешь запускать. Поэтому я призываю всех людей перестать сетовать направлений на всех, обратиться к краудфандингу, собрать деньги, и быть счастливыми. Женя, время мало, я благодарю тебя, огромное спасибо, Евгений Гаврилов был в гостях, вам уже, спасибо за внимание, успехов!